добрый день и любое другое время суток по вашему выбору мы продолжаем читать книжку томаша же за ч вот которую главу ник могу нормально выговорить это имя спираль измены солженицына но сразу хочется такой дисклеймер да опять будет очень скучно ну потому что томаш здесь описывает период когда санечка еще не стал заниматься там троцкистской бандеровской власовской прочей пропагандой да он тут только еще студент вот это перед войной мы вот сегодня как раз двойной дойдем и поэтому же зачем копается во внутренностях служеницына до в его духовных внутренностях опять же цитирует виткевича кирилла симоняна и так далее а вот и собственно сюжета тут немного тут больше рассуждения самого ржезача такие с пропагандистским естественно уклоном поэтому я буду вас развлекать всякими побочными вещами да ну вот почитаем парочку рассказов александра исаевича да вот я не знаю я тут нашел собрание сочинений может быть прочитаем кусочек повести люби революцию да и обязательно прочитаем его тюремное стихотворение романс она прекрасна так вот еще что хочется сказать что на самом деле так получилось что я для себя заново открываю служеницына дело в том что меня как всех нормальных советских детей учившихся в школе ну там восьмидесятых девяностых годах я учился уже в девяностых но в старших классах имеется ввиду меня напугали одним днем ивана денисовича вот я не помню входил ли он в обязательную программу или еще тогда был только рекомендованный вот но у меня создалось я естественно его прочитал у меня создалось впечатление чего-то такого темного и мутного да неприятного вот а самому иван денисович осталось впечатление как о жалкой личности и пояли понятно что я к этому великому автору нашему больше близко не подходил а вот тут вот в последнее время ну когда начал заниматься вот этой фигнёй да на ютюбе и так далее вот но приходится читать и тексты его читать и литературные и публицистические публицистические особо прекрасно да я собственно погружаюсь в этот мир александра исаевича вот бездонный судя по размеру романа красное колесо не буду его читать хоть убейте хотя может придется вот так что вот это и очень интересный опыт вот ну и последнее что хотелось бы сказать прежде чем начнем читать я хотел бы вас всех поздравить с прошедшим праздником вот вчера соответственно 4 ноября на 2022 года исполнилось ровно 53 года с тех пор как рязанская рязанское отделение союза писателей исключила служеницына из союза писателей ссср это случилось в шестьдесят девятом году вот так что всех с праздником вот ну и приступим да мы закончили значит на том что с саня служеницын по прозвищу можешь живет в ростове-на-давно и трудится над книгой люби революцию я думаю надо будет сегодня кусочек маленький из нее хотя бы до открыв большую серьезную тему они на миг не сомневается в успехе он убежден что войдет в историю литературы как крупнейший писатель и заранее готовится к такому повороту событий снова подтверждая что его тщеславе и педантизм способны приобретать карикатурные масштабы николай вид кевич говорит саня уже в ростове собирал материал для своей биографии он собирал и классифицировал свои фотографии и письма ну тут понимаете есть такая маленькая сложность из-за того что постоянно выходят ролики егора иванова параллельно до в которых он виткевича вскрывает как троцкиста вот то есть виткевич тоже как бы получается нехороший но тут я не знаю да то есть вот таким свидетельством скорее всего верить все таки можно вот и совершенно естественно что как исключительная личность он пишет письма не друзьям матери или любимой а через их посредство своему будущему биографу разве можно найти в истории литературы другого столь же лишенного скромности претендента на лавры нежели александр солженицын но кстати я хотел бы отметить что его роман любви революцию он посвящен борису лавринёву насколько я понимаю да то есть тому человеку которому собственно да он сопровождается эпиграфом лавринёва да кому человек того человека которому солженицын посылал свои первые вещи на ну соответственно но посмотреть что называется писательскому авторитету различие между львом толстым и солженицыным заключается не только в недосягаемости силе дарования одного и бездарности другого но и в самом подходе к литературному творчеству десятки вариантов одной страницы анна карениной или войны и мира которые хранятся в музее в ясной поляне являются монументальным памятником в борьбе за точное постижение действительности по моему эти страницы являются монументальным памятником жене толстого до который это все переписывал бедная женщина тысячи страниц которые александр солженицын изписал своим характерным мелким почерком это лишь исторический вопль призванный показать миру кто собственно такой солженицын в минуты прояснения сознания солженицу но этот творческий замысел начинает казаться слишком грандиозным чтобы осилить его но и тогда он станет реагировать по-своему решетовская рассказывает что он как-то сказал ей не знаю справлюсь ли я один с этой задачей возможно работу над менее значительными главами мне придется поручить виткевичу вот вряд ли саня отважился бы обратиться ко мне говорит николай биткевич и вот почему писателю как правило всегда нужен читатель слушатель и солженицын не исключение со времен первых посиделок на лестничной площадке дома на улице шумяна постоянными слушателями его литературных опытов стали биткевич и симонян далеко не всегда простите пожалуйста немножко больно далеко не всегда с удобрением и удовлетворением они встречали услышанное от солженицына в общем-то они щадили болезненное самолюбие своего друга но когда они ознакомились черновыми набросками задуманного романа люби революцию они совершенно независимо один от другого словно сговорившись откровенные прямо сказали солженицу слушай сами брось это пустая трата времени сумбурно как-то не хватает у тебя таланта а позже также независимо один от другого в тех же выражениях они расскажут об этом мне двое ближайших друзей чьи осуждением ну вот это я не знаю насколько это независимо один от другого учитывая что люди общались много лет то есть они могли наверняка знать да об этих эпизодах так извините пожалуйста маленькая пауза я дико извиняюсь пришлось прополоскать двух горло а вот кстати вы заметили у нас изменилась музыка фоновая да вместо хоббитов у нас теперь тема из принца флоризеля потому что если вы помните принц флоризель в оригинале да это же не красавчик олег дай это такой толстый мужичонка который в лондоне содержит трактир и кормит байками своих посетителей вот я мне показалось что вполне подходящая тема а вот ну так вот они в принципе виткевич симонян могли об этих эпизодах знать да и или например могли знать что к ним едет товарищ из чешского кгб чехословацкого да а вот и согласовать показания вот на эту мы уже в конспирологию солженицын стайл ударяемся мы же понимаешь кгб вредит вот александру исаевичу двое ближайших друзей чье осуждение было для него столь важно оценили его талант и нашли его более чем легковесным это смертельно ранится у женицына продолжает читать мысли александра исаевича томаш ржезыч он замыкается еще больше с невероятным усердием списывая новые горы бумаги он доводит себя до полного физического изнеможения напрасно зловредная дама имя которой литература выскочек не любит но солженицын хорошо запомнит слова своих друзей и как всегда вознамерится отомстить им и снова во всей красе предстает непоследовательные противоречивая натура солженицына в своем литературном творчестве он самого начала был не терпелив и необуздан не умел ждать не хотел взвешивать не желал переделывать был непреклонен и уверен в своей неотразимости но зато солженицын в силу своей врожденности почти вырожденной почти гениальной способности к интриганству на редкость терпелив когда дело касается мести николай виткевич его солженицын оставит в покое до 45 года тогда-то виткевич за свое суждение нелестную оценку быть может и получит самый высокий и самый необычный гонорар который когда-либо выпадал на долю литературному критику 10 лет пребывания в исправительно трудовых лагерях куда его хладнокровно и продумано пошлет александр исаевич солженицын ну насколько мы знаем из роликов егора иванова последних там было все гораздо сложнее это было не просто месть а чтобы его друг кока виткевич не чувствовал себя там одиноко может сделать все возможное чтобы другой его друг симонян последовал за виткевичем кириллу александр питал бессильную злобу и почти животный страх с того момента когда тот произнес свой окончательный приговор литературным способностям солженицына страх он по-настоящему стал бояться открытого и проницательного взгляда кирилла симоняна ну вот кстати в книжке на которую я уже ссылку давал сквозь чат да вот там солженицын симоняна поливает как может конечно до жизненный опыт кое чему наручила научился у женицына учителя в случае надо учителя в случае надобности можно было обмануть артистический вызвав внезапный обморок от смертельной опасности можно спасти бегство можно снискать сочувствие у следователя и расположить к себе трибунал если прикинуться кающимся грешником можно испытать и и заключение в лагере не так страшен черт как его молюют но как ему спрятаться от мудрого взгляда по южному темных и горящих глаз кирилла семеновича симоняна ну тут ржазыч по моему совершенно идеализирует как бы того же симоняна да на вот хотя я повторюсь симонян сделал хорошую нормальную карьеру никуда не сел да то есть был хорошим врачом книжки писал и так далее но такие вот прямо мудрый взгляд горящих глаз и так далее это такие уже гипербола по моему пошли они всегда будут напоминать ему о его собственном ничтожестве от этого его не избавят никакие рекламные трюки но кстати это же литературный труд да но с точки зрения ржазыча да это же не просто биография солженицын поэтому вот подобные литературные приемы если мы вспомним знаменитую фоточку до который у нас там было ну когда они вместе сидят перед войной прямо то солженицын там такой блеклый неброски да симонян он действительно он очень яркий поэтому ржазыч он как литератор вот он видимо не может удержаться от соблазна столкнуть вот эти вот две фигуры да и такой такой пылающий взглядом симонян нависающим над этим вот неброским таким каким-то сереньким солженицыным противным таким как таракан можно понять но опять же давайте учтем что это вот к реальной истории каких-то взаимоотношений мало имеет отношения это все пишется со слов середине 70-х году для взрослого солженицына невысокое мнение о его литературных способностях которые высказал в свое время молодой симонян послушать как бы стимул стимул это у нас этот самый для господи осла стягать этот кнутик подстегиваю подстегивающим александра исаевича доказать обратно и самому себе и прежде всего профессору симонян ну ну спасибо то есть это мы профессору симоняну обязаны архипелагом гуагом вот этим красным колесом чудовищным там и остальными творениями великого писателя спасибо вам кирилл семенович огромное спасибо позже после читательского успеха повести один день ивана денисовича весьма сомнительного бушин тот же на самом деле пишет что очень многим эта повесть не заходила вот очень много было на нее критики но была официальная линия то есть говорить правду про все наши недостатки как фильме на дерибасовской хорошая погода когда там американцев приводит самый говеный колхоз где грязи по уши и говна да и говорят вот смотрите какие мы честные до американцы говорят от что у вас больше ничего нету что ли кроме этого инграды нету тут колхоз миллионер рядом там все отлично чистенько огромные у куда и прочее прочее а вот но мы говорим правду вот тут тоже самое да то есть один день иван денисовича это вот это самая правда есть которая нравилась далеко не всем вот но была видимо официальная линия вот позже после читательского успеха повести один день ивана денисовича служеницын еще раз попытается заставить симоняна изменить свое суждение о нем но безуспешно вероятно и поныне он готов пожертвовать половиной нобелевской премии а он хорошо знает что одна копейка и одна копейка это две копейки смеется николай виткевич чтобы услышать положительный отзыв из уст понимающего толк литературе кирилла семеновича однако профессор симонян и в зрелые годы не изменил свое мнение о нем служеницын он не художник и никогда настоящим художником не будет у него нет дара воображение самодисциплины он пренебрегает деталями его работы это нагромождение сырого материала если бы служеницын не занимался самолюбованием и не упивался бы каждый сочиненный им строкой возможно из него и вышел бы писатель но она это не способен и я полагаю начинает осознавать это еще раз повторюсь от 76 77 год а вот сказано о сегодняшнем служеницын и справедливые по отношению к служеницын студенческих времен через месяц после того как неизвестный фотограф запечатлел юных ростовских студентов началась великая отечественная война вот с войной мы с вами будем потом разбираться а вот и сейчас мы перейдем я не знаю вот тут он он три рассказе к значит написал до маленьких после того как по выяснилось что с люби революцию ничего не выйдет заграничная командировка николаевский речные стрелочники но вот я к сожалению это самое не хотели нигде не нашел даже собрание сочинений да вот вот он он их посылал борису лавреневу да а вот вот можно почитать значит вот эти вот его крохотки до которые уже вышли гораздо позднее они маленькие но прикольные там вот текста полтора абзаца все равно пынуть проклятый собак но это ладно это это попозже вот для начала я думаю ну после прозаического такого текста же зачем надо почитать стихи мы же любим с вами стихи служениц я надеюсь прошлого выпуска вот это насколько я понимаю 47 год в тюрьме а романс сейчас это по поводу того что он не был никогда художником да по моему был да я любил тебя была ты и в черном панцире бушлата цветок призывного греха дочь мужика чей быт богатый смели и выжли из лиха я помню вечер снег мелькучий предвата и рваную толпу и тень от проволоки колючий терновым венчиком на лбу рука в руке мы любо страстно сплотились в суть исках толпы в твой лоб девичий ясно ясно возьми вонзились черные шипы как на картине на иконе я вижу этот образ твой какой так да тогда тебя я понял и полюбил тебя какой ты билась в годы в частом бреднем потом ослабла и пошла я не был первый не последний кому год готовно отдала свой рабе час саму себя ты не житой юности в искупу мужском хмелю но с болью брата я горечь пил с тягучих губ да я любил тебя не только за дрожь груди и затрепет тонкие за сохраненный щедрый пыл в тебе погиблая девчонка судьбу россии я любил александр сайч солженицын ну если это 47 год и лагерь то это ветра да вот это не солженицын это ветра вот ну и люби революцию буквально тут парочку страничек прочитаем сначала ну чтобы иметь представление о том что боял в тридцать девятом сороковом году александр исаевич значит эпиграф лавринёва мальчишка люби революцию во всем мире одна она достойна любви глава 1 размолотные недели вот первый же первом же название главы слова размолотные вы понимаете что они значит ну так инстинктивно можно понять конечно но ой подъезжая к москве дождливеньким хмуреньким утром нержин стоял на открытой площадке вагона подставляя лицо приятной июньской моруси и думал о том какой он глубокий человек как много знает несмотря на свои 23 года кстати мы все 23 года думаем что мы очень глубокие люди очень много знаем но по крайней мере я точно так думал 23 года и как еще больше узнает впереди перемешку с мыслями приходили в голову разные остроты иные да и наиболее удачными из них глеб мысленно делился со своим еще школьным другом андреем присутствие которого неизменно ощущал и там где они должны были раскатисто смеяться вдвоем смеялся вслух чем удивил проходившего через тамбур проводника и вот досрочно сдав у себя в ростове последний государственный экзамен на физмате с легким сердцем перед простором теперь свободным для всех наук и искусств глеб немедленно юни же выехал на сессию экзамены в свой заветный мифли прославленный московский институт философии литературы и истории ну насколько мы понимаем здесь служеницын практически излагает свою биографию со своей точки зрения естественно сдавать он вез в голове в а больше в конспектах латыни церковнославянский несколько литератур античную всеобщую до возрождения и русскую до карамзина еще историю средних веков но обилие предметов не тяготила его напротив радовала своим разнообразием и своей непохожестью на аналитическую теорию дифференциальных уравнений и монодромные множество рассчитавшие целые годы по секундам нет же не за не знал и не желал отдыха не раз благодарностью проверяя на себе правила ламарка что отдых состоит в смене работы кстати о птичках тут бушин в гении первого плевка пишет как солженицын учился да а вот солженицын рассказывает о своем изучении марксизма так самого маркса читать трудно но существуют учебники я поддался этому искушению изучить марксизм без прикосновения к марксу бушин и с таким мировоззрением я пошел на войну то есть этот марксист самого маркса то не читал не осилил мировоззрение его сложилось по каким-то учебникам среди которых 50 лет тому назад могли быть и не очень удачны тому же по воспоминаниям людей знавших солженицына в пору учебу он тогда сильно был склонен к зубрежке решетовская рассказывает как помним что ее жених а затем муж делал специальные карточки куда заносил сам разного рода сведения нужные по учебе это сам перебирал кто заставлял невесту а потом женой экзаменовать его по ним на прогулках кинотеатре перед началом сеанса в гостях пока еще не сели за за стол перед сном и так далее вполне возможно что именно так предварительно расписав по карточкам изучал он и марксизм сочетание неудачного учебника с карточным методом изучения не могло не дать самых до достослезных тоже бушин повадился слова выдумывать вслед зависающим результатов а именно карточного домика познаний кстати если вспомнить его как нам обустроить россию там же действительно все очень плохо с марксизмом доме как видно состоял главным образом из цитат в упоминавшемся рассказе о столкновении с дивничем маркиз зубрила говорит именно о них как и своем главном возможном орудии в полемике вот не трудно вообразить себе картину как происходило избиение зубрила да если он встречается с подкованным оппонентом он допустим когда-то выписал из учебника в свою карточку бытие определяет сознание общественное бытие определяет общественное сознание выучил носом грядущий запомнил на всю жизнь и вот теперь с этой выпиской на перевес шоу в атаку на православного проповедника а тот ему такой скажем вопросик позвольте чадом а а как же например с самим лениным у него отец действительно статский советник семья чиновно-дворянское бытие в детстве и юности вполне обеспеченное благополучное и даже извиняюсь имени имени цемка кушкина владели а у него несмотря на такое бытие самое что ни на есть религиозное сознание ась вот вы можете на этот вопрос ответить вот что на это зубрила мог ответить ничего в его карточка ответа не было одним ударом неглупого человека он был загнан в угол и там рухнул под гребенный под своим карточным двумником да но это вопрос философский да потому что мы тут подходим к именно классовому сознанию да а не к принадлежности какому-то классу и к общественному именно быть и бытию да а вот продолжим так люби революцию продолжается у нас беречь беречь время и уплотнять его был напряженный девиз глеба еще со школьного времени ни на какое ребяческое бортежание пустое слоняние кроме единственного только футбола его невозможно было завлечь ну до чего довел футбол санечку мы уже читали над ним напоминательно парила несчастная смерть отца в 27 лет а лермонтов айварист голуа и глеб действовал так как если бы ему было определено столько же ну то есть 27 лет разрываясь между математикой литературы и истории я не знаю как у салжинистом было с математикой судя по слову с литературой у него ну скажем так были сложные отношения ну а с историей мы все знаем вот разрываясь между математикой литературы и истории хотя с математикой у него наверное было хорошо да учитывая как он заканчивал свои дни да то есть вот этот вот ну даже не заканчивал а можно сказать вторая половина жизни вот этот вермон замечательно это поместье вот устроены очень хорошо дети в макинзи да вот эти вот игнат и степан нет у него игнат степан ермолай игнат по моему дирижер да к нему без претензий но кроме того что он ставит оперы один день ивана денисовича вот ну тут фамилия обязывает а вот степан ермолай это да это макинси это компания аудитор цру обвиняемые в шпионаже во многих странах и так далее у меня есть ролик сад боли имени салженицына на канале там вот поподробнее про все это но в смысле того что карьеры эти были очень неплохо просчитаны и вот у этих вот детишечек замечательно которые нас теперь учат родину любить вот с американскими паспортами в кармана в карманах на должностях руководители наших сырьевых компаний вот поэтому с математикой то у санечки было все отлично вот разрываясь между математикой литературы и истории он уже после третьего курса физмата изобрел одновременно заочно учиться и в мифли о самом существовании которого по провинциальной оторванности и узнал то слишком поздно со второго же третьего курса уже несколько раз пересекал его путь от вилок в армию приезжали вербовщики от одного другого 4 военных училища заманивали переходить туда бросив университет разве столько будешь получать как школьным учителем да какое имеет значение получать разве мы выбираем путь жизни по деньгам очень странная пунктуация здесь очень странная и в армии сразу в ком составе а то руда рядовым три года тянуть да и потерять три молодых года на армии действительно казалось чудовищно но тем более не самому же туда спешить совать голову военное время еще бы не только место мужчины на фронте но и о будущей европейской и конечно революционной великой войне глеб почти мечтал но давай на еще когда будет а вот армейщина мирных лет невыносимо нет ну если мы припомним служеницын сам не сильно бежал в армию он конечно нельзя сказать что он от нее бегал его послали куда-то по ростовскую область учителем работать да вот нельзя сказать что он не бегал но как бы добровольцем не ломился вот дождался повесточки и вдруг концу пятого курса весной на предвзывном военкоматском осмотре хирург остановился на ненормальности который глеб знаний значение не придавал хотя еще в школьные годы мешала футболе задержался покачал головой это может быстро переродиться в опасную опухоль и вписал в карточку в мирное время негоден военная нестроевая служба это видимо речь о том что ему потом вылечили в тюрьме снить вот при резкой неожиданности однако какой же это был дар судьбы опухоль еще будет нет ли а через два месяца государственные экзамены и не по резервную команду шагай а ты вольный человек это же как как раз недостающее драгоценное время то есть радуется сайт что в армию не возьмут и так жизнь была прекрасна прежде всего потому что она была подвластна нержину и он мог делать из нее все что хотел еще потому что необъятным и упи упивчиво интересным раскрывался мир в развитии и многокрасочности его истории человеческой мысли а кстати напомню что вот это вот насколько я понимаю описывается конец 30-х годов когда уже в испании война там наши добровольцы воюют значит хасан да уже на дальнем востоке да то есть это уже висит в воздухе итальянцы уже там в эфиопии травят газами эфиопов да то есть я не знаю тут гитлер уже как бы вломился в польшу или нет да когда это было написано вот но уже там всякие аншлюзы австрии и так далее то есть ситуация это напряженная вот тут одна такая мыслишка как бы в армию то не попасть самому вот очень удачно было еще то что жил нержин в лучшие стран в стране уже прошедшие все кризисы истории уже организованные на научных началах разума и общественной справедливости слушайте граждане антисоветчики советский союз конца тридцатых годов страна организованная на научных началах разума и общественной справедливости лучшие стран это вам говорит александр исаевич сужениц это разгружала его голову и совесть от необходимости защищать несчастных угнете а ибо и угнетенных ибо таковых не было а вот то есть вот так вот замечательно то есть если у нас тут лучшая страна в мире да а вот организованы на научных началах то несчастных угнетенных защищать не надо ну да хватит кормить испанию там еще чуть вот зачем мы кормим африку там и так далее тому подобное барь очень была удачная страна для рождения в непотливого человека у этой страны последнее время появилось второе подставное название россия даже чем-то и приятное слово от того что раньше было всегда запрещено и проклято а теперь все чаще стало появляться на страницах газет это точно в тридцатых годах пишется не знаю кто у нас запрещал слова россия слова это чем-то льстило что что-то напоминало но не рождало своего законченного строя чувства даже раздражал когда им кипарисно-ладанным соломенно-березовым пытались заставить молодое свежее слово революции не понял слово это чем-то льстило что-то напоминало но не рождало своего законченного строя чувств и даже раздражало когда им кипарисно-ладанным соломенно-березовым пытались заставить молодое свежее слово революции дымившиеся горячей кровью а заставить смысле загородить твою мать все поколение их родилось для того чтобы принести революцию шестой части земли на всю землю вот такое вот произведение искусства это ваши любви революцию чем может еще какой-нибудь стишок бахнем когда я горестно листаю российской летопись земли я тех царей благословляю прикова приком войны мы не вели приком границ не раздвигали приком столиц не воздвигали не усмиряли мятежей рождали жили умирали в глухом кругу в семье своей мне стали по сердцу типор и к мне те минуты дороги или дороги те годы жизни о которых еще великого историк небрежно пишет две строки ты интересно это какие такие цари так на вскидку николай второй боевал александр 3 не помню там вам тоже какие-то войны были да а вот ну там всякие русско-турецкие там балканские счет так на вскидку ты не вспомнишь прикол мы вообще не воевали надо будет верить на самом деле у меня тут где-то был список о у меня есть список воин значит российской империи да пойдем с конца это у нас значится интервенции персию русско-японская памирские экспедиции афганский кризис конфликт с британской империи тра-ля-ля-ля-ля-ля халтыкинская значит русско-турецкая война 87 78 каханский поход там траля-ля-ля бухарские походы это уже шестидесятые годы крымская война русско-каханская так это у нас николай 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 да ну вот александр первый который чудовищное количество вон гём на самом деле очень много и очень много побеждал но павел естественно это Эти вот всякие походы по Швейцариям и так далее и тому подобное Перед Павлом Екатерина II, воевавшая очень активно со всеми, да Вот, значит, 22-23, ну вот Екатерина I, наверное, не успела так особо ни с кем повоевать Ну уж Петр-то I там сжег, просто на Павлом выжигал все вокруг Ну и до него там тоже все было хорошо Тут как бы ни дня без строчки, что называется Поэтому какие такие цари у нас не воевали, понять невозможно Сложно понять, о чем говорит иностранец-то, да Вот, вечерний снег, отсюда не возвращаются, отречения, ну это уже какие-то С верхней полки Ваганзака, 50-й год Скоро не будет серебряных рощет, заросли частых заманчивой тени Едем в пустыню, не будет в ней тощей писка зверюшек птичьего пения Это он в Якобасту, что ли? А вот, влажных покосов, желтого жнива, в воду колодцев не грохнется цепь Глушит и давит всякое живо, мертвая степь, осоленая степь Скоро не будет покровов зеленых, жесткого дерна горькой полыни В Марьеве желтым песок раскаленный, кружит и кружит ветер пустыни Едем на каторгу, в медные копии, вытравит легкие месяцы медь Видели, думали, жили в Европе, в серой больничке везут умереть Ну, как обычно, не угадал великий писатель Потому что его после этого икебастуза, по-моему, как раз от рака-то и вылечили Ну и что, давайте под конец парочку рассказиков Каких-нибудь совсем маленьких Ну, просто это уже более поздние произведения Вот, пример того, как можно плюнуть в проклятый совок буквально за 3 секунды Кстати, портал «Русские сказки» Когда вас в пригородном автобусе больно давят в грудь или в бок его твердым углом Вы не бронитесь, а посмотрите хорошо на него Этот глубиной плетеный короб на широком брезентовом разлохмаченном ремне В город возят в нем молоко, творог, помидоры за себя и за двух соседок Из города полста батонов на три семьи Он емок, прочный, дешев, этот бабий рюкзак С ним не сравняются его разноцветные спортивные братья С карманчиками и блестящими пряжками Он держит столько тяжести, что даже через телогрейку не выносит его ремня на вычное крестьянское плечо Потому и взяли бабы такую моду Плетенку вскидывают на середину спины, а ремень нахламучивают себе через голову Тогда равномерно раскладывается тяжесть по двум плечам и груди Братья по перу Я не говорю, примерьте такую корзиночку на спину Но если вас столкнули, езжайте в такси Вот понимаете, вроде как Хорошие, хорошие, красивые слова про деревенский рюкзак А тут вот и в автобусе тебя постоянно кто-то пихает Да, это лучше на такси ездить, да? И тяжелый женский труд, и все Талант, талант, не отняй Или вот еще замечательно Костер и муравьи Я бросил в костер гнилое бревнышко Не досмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями Затрещало бревно, вывалили муравьи И в отчаянии забегали Забегали поверху и корежились Сгорая в пламени Я зацепил бревнышко и откатил его на край Теперь муравьи многие спасались Бежали на песок, на сосновые иглы Но странно, они не убегали от костра Едва преодолев свой ужас Они заворачивали, кружились И какая-то сила влекла их назад К покинутой родине Были многие такие, кто опять сбегали на горящие бревнышко Метались по нему и погибали там Метафора, я думаю, вполне понятна Великий был писатель Александр Исаевич Солженицын Так что продолжим читать про него Эту замечательную книжку Там сейчас должно начаться призвее Война начинается, служба, арест и так далее И тому подобное Работа с тукачем И прочие прелести Лирический момент подходит к концу Но при случае мы будем обращаться К творчеству Александра Исаевича Потому что врага надо знать в лицо А вот, всем хорошего настроения Всем добра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok